Друзья, всем привет! Сегодня мы совместно с компанией УРУСА снимали видеоролик для форум хаоса, для их ютуб канала. Вот это вот мне будет сегодня помогать Сергей Розенко, это технический специалист компании УРУСА. Вот сзади, как вы видите, уже есть какая-то часть утепления сделанного. Вот там вот утеплитель УРУСА ПОРВАН толщиной 20 сантиметров. Но вопрос у меня у меня другой. Сейчас мы делаем утепление деревянного дома, брус 200 на 200, мы его утепляем 5 сантиметров минерального вата РУСА ТЕРА. И есть там один момент такой, что на улицу идет снег, немного этот снег попадает на утеплитель. Я хотел бы у тебя, Сергей, спросить, возможно ли выполнение монтажных работ, ну, соответственно, утепление деревянного дома, можно ли качественно утеплить, если на него попадает какое-то небольшое количество осадков, например, снег, как сейчас. Ну, если говорить конкретно про снег, то снег можно вообще про него не переживать. Чтобы снег потаял, нужна, собственно, плюсовая температура. Давай, знаешь, как сделаем? Тебе вот так вот повешу. Давай. Вот. Про снег мы особенно не переживаем. Секунду, секунду. Давай. Давай. Про снег, в общем, мы не переживаем. А чтобы снег потаял, нам нужна плюсовая температура. Вот. И только после этого у нас уже начнет снег превращаться именно во влагу. В то, что могло бы как-то там навредить утеплителю. Поэтому про снег мы особенно не переживаем. Снег может немножко потаять там на самом брусе. Вот. Но это будет такое минимальное количество влаги, которое спокойно сможет через паропроницаемую минеральную изоляцию, через паропроницаемую мембрану спокойно выйти дальше в вентилируемый зазор. Беспокоиться о влаге в минеральной изоляции, в общем, нужно в том случае, если у нас был косой дождь какой-нибудь очень сильный, и у нас утеплитель действительно промок. Вы, наверное, видели, мы пробовали с Павлом как-то на прошлых съемках просто лить воду на утеплитель. Она на утеплителе стоит, она в него не проникает. Чтобы она в утеплитель проникла, ее нужно туда с силой забивать. То есть, как один из вариантов, если мы бросили, например, утеплитель в ведро с водой, он будет просто в ведре плавать. Но если мы сверху положим кирпич и силой затавившим его в воду, то воздух, который находится между волокнами, он все-таки выйдет, и, соответственно, пространство будет заполнено водой. Вот примерно то же самое происходит, когда у нас идет косой сильный дождь. Если у нас косой сильный дождь, утеплитель промок, вы его берете руками, можете его выжать, это уже очень сильное намокание. Здесь нам нужно дождаться, когда материал высохнет. И если у него осталась геометрия, которая была изначально, то есть плиты остались тех же размеров, они там не стали в два раза толще, не стали в три раза шире, то, собственно, этим материалом можно дальше работать. Есть еще третья степень намокания. Это когда мы утеплитель держали, скажем так, в проточной воде, или воды было так много и так долго, что она начала растворять связующие. Обычно это происходит вымыванием связующего, то есть когда вода была там регулярно, она появлялась, уходила, появлялась, уходила, фактически была проточной. А когда у нас идет проточная вода, у нас волокно из связующего вымывается, и у нас перестает материал быть фактически изоляцией. Он становится просто индивидуальными волокнами, превращается в какую-то кашицу мокрую, и теряет свою полностью геометрическую форму, и работать с ним будет просто физически невозможно, его можно будет там только лопатой выбрасывать. Вот, собственно, в таком случае мы однозначно материалом не пользуемся. Если у нас было намокание от косого дождя, то мы ждем, пока материал просохнет, и смотрим, что получилось по итогу, как сильно изменилась геометрия, изменилась ли она. Если у вас там добавился плюс один сантиметр по толщине, ничего страшного, продолжаем использовать. Если у нас было просто поверхностное намокание, что какие-то капли воды упали на изоляцию, то здесь мы не переживаем, мы их смахнули и продолжаем работать дальше. Если говорить про сруб, вот на дерево, например, помогает, попадает влага, это страшно или нет? Если говорить про сруб, все опять будет точно так же, будет зависеть от количества влаги, от того, в какое время года мы это делаем, от скорости движения воздуха вентозозори, от температуры в доме, от температуры на улице. То есть есть миллион факторов. Ну, принципиально нужно понимать, что дерево имеет всегда какую-то влажность. И эта влажность в течение года увеличивается или уменьшается в зависимости от разницы температур и влажности на улице. И минеральная изоляция и диффузионная мембрана, они для того и созданы, чтобы через них пар мог свободно выходить на улицу. Поэтому если у нас намокание дерева не какое-то там... Глобальное? Глобальное, да, не какое-то прям очень серьезное, то мы на это внимания не обращаем, мы монтируем изоляцию и все у нас спокойно просыхает. Вот и все. Если у нас уже там идет грибок и с дерева течет, соответственно, нет, в таком случае на такую стену монтировать не нужно ничего. Не только минеральную изоляцию, мы ее ждем, пока она полностью просохнет, обрабатываем антисептиками, смотрим, можем ли мы вообще это дерево спасти, и только затем уже решаем, проводим работы дальше или нет. Спасибо, Сергей, за то, что он ответил еще на один очередной вопрос и развеял еще один миф. Спасибо вам за внимание. Небольшое такое коротенькое видео. Всем пока, не болейте.